всем привет сегодня я хотел бы сделать обзор на программу intel для тех кто не знает intel это многофункциональный спамер и те кто пользуется им первый раз у них возникают разные проблемы давайте начнем без лишних слов с главного во-первых самое первое поле это выбрать то есть сюда мы выбираем файл видит текст ну-ка блокнот с номерами вот тут вы можете выбирать и обычно такие файлы храню документах выбираем прокси сервера то есть прокси сервера если нажимаем эту кнопочку ну вот я для удобства в этой же папке что у меня и блокнот это выбираем вот сам собственно прокси сервера что удобно тут можно выбрать прокси сервера различные сокс 4 105 и http этот тип допустим если у вас блокноте вы не знаете какие там прокси сервера я вот выбираю вот вот этот тип потому что если смешанные то не уверен что там какой-то один лучше выбрать вот это значение или допустим вас дедикейте сервера именуемые детиками то тоже выбираете этот тип тут ставить потоки ну потоки это чисто от вашей мощности от вашего интернета или смотря через чё то есть есть у вас интернет как не очень скоростной и вы используете собственный компьютер для этого дела то ставьте лучше не 1000 а 500 потоков ну как у меня интернет быстрый я через себя осуществляю рассылку поэтому я ставлю 1000 вести лог насчет галочки вести лог это вы можете допустим он будет сохранять в текстовых файлах вы можете посмотреть что собственно происходило и как посмотреть ситуацию чё да как кому дошло кому не дошло и так далее но если эта галочка будет постоянно вестись лог и объемы спама спам расстройки очень большой вас текстовые документы будут занимать очень много места и за неделю вот один текстовый файл может дойти до гига так что не забываем их чистить так самое первое что удобно тут есть это поиск ставите сюда галочку и поиск выбираем по мужской женский допустим если вы что-то допустим ну допустим вы спам расстройку хотите что-то чисто с девушками познакомиться то вы ставите допустим пол выбираете возраст кому если вы хотите именно россию то нужно не поленитесь всего четыре раза россию и допустим вам без разницы что россия не россия и другие страны хотите добавить то выбирайте эти страны допустим россия украина белоруссия четыре варианта язык 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 я никогда не ставлю не заморачивайтесь на этом поле город допустим вы хотите сделать спам рассылку по конкретному городу то есть я допустим вам несколько советов поэтому допустим но если вы напишите просто так то вариантов не очень много будет понимаете надо психология людей что не слово название города москва они всяко 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 будут писать можно москва так большой буквы написать вот можем за место за место за место букв там могут быть различные символы ну короче включайте голову понимаете у нас люди особенно девушки любят как-то поковеркать название по конкретному городу то разные варианты пробовать так будет более эффективно так список номеров но если допустим вы профессиональный спамер у вас есть списки номеров то есть база номеров по которым вы вот хотите осуществлять рассылку тогда я могу только вами восхищаться потому что такой вариант список номеров более более профессиональный более качественные конечно база номеров я скажу хорошие полные базы стоят денег но если у вас если у вас это все окупается то думаю тут денег можно не жалеть ну самый полный самые качественные базы думаю мало найдется таких спамеров которые продадут нет меня нет самих вас ну я как вот на своем опыте как это бывает но если у вас нет списке номеров и как может быть вы хотите у вас такая мега скорость интернета у вас много времени вам пофигу можете поставить какой-то определенный диапазон и поэтому диапазоны будут прогоняться в случае если вы будете ставить допустим диапазон номеров то я вам рекомендую тогда вести лог потому что вы можете принципе посмотрел лог создать собственную базу но это конечно стоит усилий ну вы тогда будете знать что допустим такие такие номера они вам ответили они не мертвы ну и допустим эти логи допустим если вы занимаетесь хакингом номеров вы можете узнать какие номера ответили и допустим можно взломать как как вариант тут есть такая штука допустим сразу есть черный список допустим такие то номера мертвые и так далее они вам не ответили допустим их сюда можно забить и спамеры уже будет их игнорировать необходимо не тратить свое и ваше время что касается что касается вот этих полей сразу забудьте вот запрос авторизации я вам запрос авторизации давным-давно спамерами всеми игнорируется так что запрос авторизации в наше время это не актуально ну хотя вы можете поставить запрос авторизации хотя если сейчас даже в телефонах такое что игнорирует запрос авторизации конечно если у человека стоят стоит авторизация то лишь в этом случае как он будет полезен ну чтобы этот спамер конечно он может обходить простейшие антиспам то есть тут не надо по 10 различных слов писать потому что спамбот будет принимать только одно слово то есть я советую допустим самым простейший допустим земля можно можно не земля допустим тут четверку поставить ну допустим тут написали земля да а тут допустим 5 поставили потому что так уже как вариант несколько видов спамбота вы это обойдете в третьем окне не советую непосредственно тот текст который вы хотели бы донести до людей вот его пишите сюда ну ну и собственно вот если сейчас у меня получится то я попробую как продемонстрировать как это все работает ну так собственно это окошко закрываем ну и и это попробуем сейчас запустить так ну так ну вот если все нормально ну как вроде все нормально вообще проблемы с интернетом были небольшие а-а-а так нет по идее такого не должно быть если все выбрано верно сейчас тогда мы все это делаем выбираем где у вас собственно все Все хранится, закроется поток, укроем это окошечко. Пошли потоки, эта цифра показывает потоки, если вы будете через конкретный вид прокси это делать, то тут будет писаться сколько всего прокси, а тут будет писаться сколько из них рабочих. Тут написано сколько номеров в файле, тут неверные пароли, то есть скорее всего в неверных паролях это те которые администрация ICQ уже удалила. Так, тут будет показано номер в онлайне, который в онлайне, который собственно рассылает сообщения. Тут будет показано отправленных сообщений. Ну собственно сейчас если у меня хоть один номер живой есть, мы собственно это увидим. Через пару секунд я вам это покажу. Ну к сожалению по техническим причинам не смогу показать полноценную работу этой программы. Поэтому расскажу что собственно тут еще есть. Что удобно это вот переключение языка. Вот тут прямо видите кнопочки. Ну для тех кто хочет знать как это все проходит, то можно открыть лог получаемых сообщений. Ну чтобы он оперативно заполнялся, это можно допустим взять куда-нибудь свернуть и потом просматривать. И по собственно по логу сообщений можно сделать выводы и как допустим подправить ваш антиспак. Так что свою версию программы готов любому продать за 50 рублей. Не скрываю, да это есть программа в интернете, но может быть и не в свободном доступе. Но в моей версии программы как вы видите все на лицо. Как все показано. Ну и с моими как говорится объяснениями. Эта программа тех у кого стоит антивирусник. И сразу говорю это программа Hack Tolls. Я думаю люди знающие меня поймут. Любой антивирусник будет его воспринимать как потенциально опасное ПО. Так что если вы ее где-то скачаете или вы скачаете у меня и купите у меня за 50 рублей. То сразу добавляйте в кашперские, в доверительные либо вы включаете кашперские. Лучше да, на время антиспама многие профессиональные спамеры советуют кашперского отключать. Он как может влиять на скорость спам рассылки. Так что обращайтесь ко мне. Я напишу несколько вариантов в скайпе. И моя почта будет под видео. Так же номер ICQ. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание.